Бренд Nakatomi, как ни странно, зарегистрирован в России и специализируется компания на производстве различных компьютерных аксессуаров, а также акустики. Честно признаться, пару недель назад я даже не слышал, что это такое, и когда представители компании спросили меня, чтобы мне интересно было потестировать язык продукции, я выбрал акустическую систему Nakatomi OS 12, просто потому что мне показалась она интересной, и что-то такого я еще не тестировал. Ну и разумеется, мы как обычно договорились, что если мне понравится, я делаю обзор, но если не понравится, высылаю обратно. Как вы понимаете, понравилось. Ну, во-первых, она ламповая, во-вторых, она с возможностью подключения по USB, по сути, куда угодно, а как правило, USB интерфейс доступен в дорогих колонках, а я забегая вперед скажу, она не очень дорогая. Ну и, наконец, ее можно использовать как обычную Bluetooth колонку, здесь есть Bluetooth 5.0. А вот кнопочки управления я сниму на телефон, потому что они маленькие, сенсорные, и камера на них просто не хочет фокусироваться. Ну, вот так в приближении выглядят лампы. Ну, а теперь время сравнить звучание Nakatomi OS 12 против оригинального файла. И, как вы знаете, оригинальный файл в любом случае будет звучать лучше, потому что перезапись это перезапись, а файл это нолики-единички. Ну и самое главное, вы должны понимать, это не стереоколонка, а файл оригинальный стерео. Короче говоря, вы сейчас удивитесь, как хорошо может звучать одна даже не стереоколонка. Эта штука меня, по крайней мере, удивила, и именно поэтому я решил делать этот обзор. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну, а теперь давайте разберем амплитудно-частотную характеристику. Белая линия это идеальный сигнал 20 Гц до 20 кГц. Зеленая это Nakatomi подключенная по USB и синяя по Bluetooth. И вы знаете, я честно скажу, это охрененная АЧХ для такой колонки. Нет, правда, посмотрите, насколько ровная середина и верха. Это просто великолепно. Я, честно сказать, когда их послушал, мне понравилось, как она звучит, но я не думал, что она будет настолько ровной. Что касается глубокого баса, естественно, его здесь быть не может. Это невозможно по физическим принципам. Для этого нужна большая колонка. Но то, что эта колонка без сильного снижения громкости играет где-то до 80 до 100 Гц, это тоже очень крутой результат. Бас здесь ощущается. Причем он не гулкий, он вполне информативный. Его ни много, ни мало. Это удивительно. Короче говоря, это действительно классный результат для подобной акустики. Даже не у каждого хорошего самбара есть такие параметры амплитудно-частотной характеристики. Ну и, как видите, Bluetooth практически никак не отличается от подключения по USB, за исключением чуточку небольшого различия на высоких частотах. По USB они чуть-чуть ровнее и чуть-чуть дальше заходят. Но, в принципе, это очень-очень крутой результат, правда. На мой взгляд, получилось очень круто. Но это еще не все. Всю эту запись я делал на Zoom A6. Они на свои стандартные измерительные микрофоны и так далее. То есть и АЧХ замерялось, и сама запись звука делалась не на профессиональные микрофоны, а просто на хороший рекордер. И у этого рекордера есть небольшое завышение по высоким частотам. Вы сами можете это проверить, вбив в гугле Zoom A6 Frequency Response. Увидите, я вас не обманываю. И именно поэтому на графиках у нас несколько подняты вверха. Тем не менее, на мой взгляд, звучание, АЧХ и все остальное у этой колонки просто замечательное. По крайней мере, для своей цены и форм-фактора. Разумеется, эта штука не заменит полноценную 2.0 или 2.1 акустическую систему. Но для данного форм-фактора, на мой взгляд, это действительно круто. Потому что она действительно классно звучит. У нее, если не сравнивать с оригинальным файлом, а слушать своими собственными ушами, даже нет недостатка в басе. То есть она звучит адекватно. Но самое интересное, у нее еще и хорошее разрешение. То есть и бас достаточно фактурный, и средние частоты проработанные. И самое интересное и для меня неожиданное, проработанные вверха. Когда я послушал своего любимого Джо Кокера с его тарелочками на пятой секунде. Там, где прям каждый перезвончик, каждое колыхание слышно. Здесь это, конечно, не в каких-то дорогих наушниках или на акустических системах дорогих. Но есть вот эта вот базовая детализация. Даже нет, не базовая, достаточно хорошая. Для того, чтобы передать, что вот эта вот самая тарелочка вибрирует. И вот эти все послезвучия происходят. Я удивлен, что в этом форм-факторе заморочились и сделали нормальный звук. Повторюсь еще раз, эта штука не заменяет нормальную акустическую систему. Но как прикроватная штука, может быть на кухне, может быть как не основная акустическая система. Она имеет полное право на жизнь, потому что у нее хорошая АЧХ, хорошая детализация и в целом приятный сбалансированный звук. Безусловно, в этой штуке немалая доля маркетинга, начиная от псевдо-японского названия и заканчивая лампами. Но лампы здесь настоящие. Они используются для предусилителя. То есть они берут цифровой сигнал, его предусиляют, посылают на усилитель. И усилитель уже стандартный, класс АД, который выдает вот эти самые 37 ватт. Я больше чем уверен, что всего того же самого можно было добиться и цифровым предусилителем. И это маркетинг, но тем не менее оно смотрится прикольно и для неискушенного человека будет смотреться как даже вау. По крайней мере это нестандартно и это имеет право на жизнь. Данная колонка не маст хэв для каждого. Ее не обязательно бежать сломя голову покупать в магазин. Но если этот форм-фактор, если эти параметры вам показались интересными, эту штуку я одобряю. Ее действительно делали профессионалы, заморочились и у них получилось то, что они хотели. Что лично для меня было довольно неожиданно. Что касается подключения по Bluetooth. Здесь все удобно. Есть NFC, можно просто телефончик приложить. Она распарилась и погнали слушать. То есть это такой очень удобный вариант. Прийти, жмякнуть телефон от нее и пойти заниматься какими-то своими делами. Громкости, мощности и так далее здесь тоже достаточно. Короче, эта штука действительно хорошо сделана для своего формата и стоимости. По сути единственное, о чем я жалею, что мне прислали черную версию. Белая, на мой взгляд, смотрится прикольнее. Можете зайти на сайт и там посмотреть. Короче, вердикт такой. Продукт нишевый. Нужен не всем. Но эта штука качественная. Ее можно слушать. И в общем-то я ее могу вполне рекомендовать. Хотя изначально, как я уже и сказал, у меня была куча предубеждений. Но тем не менее, если обзор вам понравился, я надеюсь, что вы подпишитесь. Особенно если вы здесь впервые. Поставите пальчики вверх и напишите комментарий. Ну а с вами был Михаил. Всем пока и не забывайте, что у меня есть Авито, Инстаграм и все интересные ссылки в описании. Пока!